Хей, всем привет, друзья! Вы просто посмотрите на всю эту красоту. И представьте себе, что этой всей красоты у вас не будет, если у вас не будут обновлены драйвера на видеокарту. Ладно, тут немного всё труднее, это всё шейдеры, это всё красота, но если у вас не будет драйверов на видеокарту, то у вас просто не будет запускаться Майнкрафт. И даже если они у вас будут, но они будут неактуальной версией, то у вас могут возникать проблемы и опять же Майнкрафт с ним будет запускаться. В общем всем привет, меня зовут НДН Дэна, это вновь канал по кубикам Кубачевский, а это новый выпуск рубрики Майнкрафт установка настройка и как вы поняли, сегодня я вам расскажу о том, как обновить драйвера для вашей видеокарты. Но вы не пугайтесь, тут нет ничего трудного, все довольно просто и об этом всем я вам сейчас расскажу. Так что смотрите видео внимательно, ничего не пропускайте, но если все же возникнут ошибки, проблемы, то пишите в комментарии, там я вам помогу. Также заглядывайте в плейлист Майнкрафт установка настройка, там вы найдете много всего интересного. Ну что ж, не будем тянуть, поехали. Итак, первым делом мы переходим на наш рабочий стол, вот мой рабочий стол, и теперь нам первым делом нужно определить какая видеокарта у нас стоит, чтобы понимать на какую видеокарту, но вообще драйвера нужно обновлять. Для этого мы открываем наш проводник, у меня он есть здесь, но либо же вы просто его ищите в поиске винтуса, проводник. Либо же мы можем найти мой компьютер, в принципе здесь без разницы. И значит здесь мы нажимаем правой кнопкой мыши по пустому месту, свойства. Далее здесь мы переходим в диспетчер устройств. Здесь есть списка всех устройств, которые есть у нас на компьютере, мы ищем видеоадаптеры. И мы его раскрываем, у нас тут написано какая у нас видеокарта. Но, возможно у вас ноутбук, и этого пункта может быть и не быть, так что будьте внимательны. В общем этот пункт я открыл, у меня здесь написано NVIDIA GeForce GTX 1060. Нам нужно именно первое название, а именно NVIDIA GeForce. То есть я сразу понимаю, что у меня видеокарта от компании NVIDIA. И все, это понимая, я могу уже пойти в браузер и найти эту видеокарту. Но если же у вас там будет написано не NVIDIA, например, а Radeon, то вы можете понять, что у вас видеокарта от компании AMD. И значит немного процессов новки будет отличаться, но в принципе все то же самое. То есть далее мы переходим в ваш браузер, мы его открываем и открываем поисковик. В моем случае я буду искать имен драйвера для видеокарты NVIDIA, так что я вписываю именно NVIDIA. Так, ну я, простите, что так разжевываю, но в принципе, чтобы все точно поняли. В том же случае вы можете прописать AMD, да? И будете скачивать уже все это для AMD. Так, и значит, я перехожу на сайт NVIDIA и мне здесь нужно найти кнопочку «Драйверы». Я по ней нажимаю и меня перебрасывают в окно на страницу выбора драйвера. Здесь мне нужно указать некоторые данные, которые подходят именно к моей видеокарте, к моей операционной системе. Мы их заполняем и скачаем драйвер, который подходит именно к нашей видеокарте. Но также есть более простой вариант – это скачать специальную программу, которая все это будет узнавать за нас и обновляться до актуальной версии драйвера. Значит, там нужно нажать «Платформы», здесь «Навестись на игры и развлечения», «Игры на GeForce» и «GeForce Experience». Думаю, многим это будет знакомо. Значит, мы нажимаем «Скачать» и у нас скачивается инсталлер. Мы дожидаемся его окончания, после мы его, естественно, запустим. Давайте его запущу. Так, я его запустил у себя, потому что я его до этого уже скачивал, мне скачивать его не нужно. Значит, его установка происходит в автоматическом порядке, вам ничего делать в принципе не нужно. Главное, в начале загрузки нажать «Принимаю», «Продолжить» и все дальше произойдет автоматически. И по окончанию, после того, как вы авторизуетесь в программе, у вас появится специальный интерфейс от примерного вида. И здесь вам нужно будет зайти в раздел «Драйвера» и проверить здесь наличие обновлений. И при их наличии, если ваша версия будет неактуальна, вам будет предложено их обновить. И вы просто нажмите кнопку «Обновить», все скачается и вы подтвердите установку. Все, тут, ребят, все абсолютно просто. Аналогичным образом вы поступаете и на сайте AMD. Также ищите кнопку «Драйвера» и «Поддержка» и там скачивайте драйвера для подходящей для вас видеокарты. Тут, думаю, нет ничего трудного. Надеюсь, вы разберетесь. Но, кстати, ссылки на сайт я оставлю в описании под видео. Ну и в принципе все, друзья. Тут нет ничего трудного. Надеюсь, вы справитесь 100%. И по кончине сможете любоваться всей этой прекрасной красотой. Да, тавтология. В общем, все, ребят. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, вы справились. Повторяюсь я, правда. А у микрофона был Энда Андена. Я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго. Всем до скорого. Продолжение следует.